Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области начали снижаться цены на дизельное топливо. Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы. Ранее в нее, а также в прокуратуру, обратился губернатор Александр Соколов. Он попросил проверить деятельность продавцов топлива из-за резкого роста цен на бензин. Руководитель УФАС отчитался, что были направлены соответствующие письма. В результате цены на дизельное топливо пошли вниз. В начале недели стоимость упала с 69 рублей до 66,5 рублей. И примерно на 2 рубля стал дешевле бензин. Стабилизировать ситуацию на топливном рынке региона власти приходится не в первый раз. До этого резкий скачок был в самый разгар уборки. В правительстве надеются, что приход в регион нового участника топливного рынка компании Татнефть поможет решить проблему за счет увеличения конкуренции. Половине кировчан не хватает зарплаты на основные нужды. Таков итог исследования специалистов Headhunter. Только 15% опрошенных из Кировской области сообщили, что им вполне хватает их зарплаты на основные нужды. Этот показатель меньше, чем в среднем по России на 5%. Еще 34% жителей области отметили, что зарплаты на основные нужды им хватает, но с трудом. 51% признался, что им недостаточно текущей зарплаты, чтобы покрывать основные траты. Пятая часть из тех, кому не хватает или с трудом хватает зарплаты, рассказали, что для покрытия нужд им нужно еще 15 тысяч рублей. Четверти нужно до 20 тысяч. А 56% не хватает более 20 тысяч рублей. В эфире «Экономика». Кировская область возведет на ВДНХ «Деревянный дом». Продолжается монтаж стенда нашего региона на выставке «Россия», которая откроется в Москве с 4 ноября. Она будет проходить без возрастных ограничений. Как рассказал в своем телеграм-канале первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, регион будет демонстрировать на выставке свое прошлое, настоящее и будущее. Представить прошлое помогут движущаяся фигура париозавра и аниматронная двухметровая дымковская барыня. О достижениях настоящего расскажут предприятия Кировской области. В частности, прямо на стенде региона будет возведен деревянный дом. Также можно будет познакомиться с молочной отраслью. Ее тоже представят интерактивно. В зоне будущего будут макеты кампуса мирового уровня и водородные энергоустановки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.